Бюджет региона на ближайшие три года будет социально ориентированным. Сегодня главный финансовый документ вынесли на суд южноуральцев. Сотни человек пришли на публичные слушания. Бюджет будет напряженным. Сокращаются источники дохода. Но эксперты все равно не теряют оптимизма. На что область будет тратить деньги и сколько, расскажет Мария Агеева. Иди встать, поближе к микрофону. Там нормально? Участники слушаний не хотят пропустить ни слова. В зале яблоку негде упасть. Даже дополнительные стулья ставить пришлось. Общественники, эксперты, молодежь, пенсионеры, конечно, министры и депутаты обсуждают бюджет региона на ближайшие три года. Начало тревожное. Индекс промышленного производства падает. Вниз идут объемы экспорта, доходы населения, товарооборот. Успехи демонстрирует сельское хозяйство и малый бизнес. Безработица медленно пошла на спад. В целом Минэкономразвитие предлагает строить бюджет не на пессимистичном, а на базовом прогнозе. Одно то, что страна возвращается к трехлетнему планированию, уже говорит о некой стабильности, считают эксперты. Ранее с приходом кризиса бюджет составляли только на год. Хочется закончить свой прогноз на оптимистичной ноте. Хочется сказать, что уже, по мнению экспертов, и наш прогноз это подтверждает, начиная с 2017 года спад прекращается. Мы выходим медленно, но уверенно на траекторию роста. И все же бюджет будет напряженным. Вычеркнуто несколько источников дохода. Меньше область будет получать от нефтяных акцизов. А именно из них складывается дорожный фонд. Придется искать деньги на ремонт магистрали из федеральных программах. По некоторым направлениям финансирование пришлось и вовсе сокращать вдвое. Вместе с тем, правительство региона совместно с депутатским корпусом сможет внести эти расходы дополнительно в ходе исполнения бюджета, если экономическая ситуация будет развиваться по более благоприятному сценарию и в области появятся дополнительные доходы. При этом социальная направленность бюджета сохранится. Вот несколько подробностей. Область выделит деньги на 400 квартир для сирот. Сохранит льготы для многодетных и приемных семей. Распонсирует 2000 спектаклей в театрах. Построит парк по Челябинскому и комплекс по шорт-треку. Будет строить и школы. В 2017 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 570 миллионов рублей, которые будут направлены на строительство школы на территории города Челябинска и школы в Сосновском районе. Регион доходы теряет, города и районы увеличивают. В местных бюджетах теперь будут оставаться все госпошлины от услуг МФЦ и половина упрощенного налога от бизнеса. Это позволит реже обращаться за помощью к области. Будет больше денег на благоустройство, дороги, соцподдержку. Это, на мой взгляд, имеет еще определенный нравственный смысл. Почему? Потому что малый бизнес, который в основном уплачивает этот налог по упрощенке, у него появляется возможность видеть конкретные результаты своей деятельности. Вот налог, который он платит, и вот куда мы эти налоги направляем. В целом доходы региона в 2017 году составят 121 миллиард рублей. Расходы – 131 миллиард. Дефицит внушительный – 10 миллиардов. Но депутаты сохраняют оптимизм. В этом году, в 2016, у нас был дефицит 10 миллиардов. Но к концу года мы надеемся его свести к самому минимуму. Доклады закончены, переходят к рекомендациям и вопросам. Кто-то передает докладчикам записки, а кто-то сам выходит к трибуне. Вот активисты из МИАСа требуют выделить деньги на газификацию. Жители вкладывают свои средства и, не дождавшись газа, умирают. На 2017 год в случае дополнительных доходов будет определенная сумма на эти цели предусмотрена. А это эмоциональное выступление пенсионеров. Требует расширить список людей, которые могут получить выплату, как дети погибших участников войн. Этим депутаты и правительство уже занимаются. Слушания завершены. Депутаты сразу собираются на заседание. В повестке только вопросы бюджета. Проект принимают пока в первом чтении. Проект бюджета занял 2212 стандартных листов. Но по правилам его еще и в газете нужно было напечатать. Получился вот такой огромный формат, крохотный шрифт и 44 страницы. Ну а для тех, кому лень все это читать, в Минфине подготовили специальную брошюру «Бюджет для граждан». Там все гораздо короче и понятнее в графиках и схемах. Брошюру можно найти на сайте Министерства финансов. А у депутатов теперь есть неделя, чтобы обдумать все рекомендации и включить их в проект бюджета. Окончательно главный финансовый документ области депутаты примут в последнем третьем чтении 22 декабря. Мария Агеева, Евгений Чекалов, ОТВ.